Хорошо, если слышно, поставьте плюсы. Пока не вижу. Итак, начинаем наш вебинар, посвященный фундаментальному анализу, событиям на рынке, все, что происходит на валютном рынке, на рынках капитала, на комодитис. Все это нас интересует, мы это обсуждаем, дискуссируем. Представлюсь, как обычно, для тех, кто в первый раз, если такие есть, я пред, управляющий активами, трейдер, практически 24 часа живу на рынке, и меня также, наверное, как и вас, интересует все, что связано с рынками, от анализа до тенденций и даже технические уровни. Предупреждение о риске, как обычно, Admiral Markets регулируемая компания, организатор, собственно, вебинара. И она находится в юрисдикции UK, Великобритании, то есть это самая строгая юрисдикция для компаний финансового сектора в Европе. И требование регулятора предупреждать слушателей вебинаров, участников семинаров, клиентов, потенциальных клиентов, о рисках, которые несет в себе торговля в Севдии и Форекс, ну и вообще торговля с плечом. Ну и, конечно же, Admiral Markets офис в Лондоне и в Таллине. Правда, у меня не было, а вот таллиннский офис очень часто посещаю. Если есть какие-то вопросы любого характера, включая тему по вебинарам, пишите вот на этот имейл и на эти телефоны тоже можно звонить. Ну, если вам интересны какие-то темы в будущем, вы можете предлагать прямо на вебинаре писать свои темы. Или же вот мой скайп, обычно я его даю, очень много людей именно в скайп пишет свои темы. Мы уже на апрель забили, весь апрель забили темами по фундаментальному анализу, по разным тематическим вебинарам. Это по четвергам, то, что происходит, по вторникам-то у нас стабильно. И вот, инстаграм, если у кого есть инстаграм, подписывайтесь, добавляйтесь. Итак, и пока я не забыл, я вам дам ссылку. Мы с этой недели начали... Сейчас, почему-то ссылка не прошла. Control V. Именно с этой недели у нас... Вот здесь на сайте даже видно, есть видео. Место обзора, место аналитики, короткое видео. Мы решили, что не всем охота читать по понедельникам. О предстоящих событиях недели в текстовом формате. Так что вот здесь на сайте вы можете нажать на play и увидеть наш первый вебинар, а видеозапись, которая посвящена событиям недели. Чисто пробный, там минут 8, не больше. Впредь будет чуть-чуть больше, от 10 до 15. И вот чем читать, лучше в видеоформате рассказывать вам, что нас ждет на неделе. Я хотел дать ссылку на видео, на YouTube, но вот сейчас YouTube канал. Многие, наверное, знают, потому что часть людей смотрит нашу запись в YouTube именно, не живой вебинар. Очень многие мне пишут, что смотрят вебинары уже в записи, потому что иногда нет времени в это время быть у компьютера. Итак, давайте перейдем к нашим активам, к нашим инструментам. Неделя на самом деле не является особо интересной, но прошлое, начало этой недели. Не могу сказать, что было очень много всего интересного, но вот на этой неделе должно быть достаточно интересных фактов. Сейчас я включу метатрейдеры и пройдемся по всем инструментам. Ну, в первую очередь, давайте начнем сразу с евро. Напишите, пожалуйста, виден ли экран. По идее, должен быть виден. Так, не вижу плюсиков. Вот у меня открылся метатрейдер, он включен. И вам тоже должно быть видно, потому что, да, отлично, Игорь пишет, что видно. Что касается евро и USD, тут тенденции сменились. Если вы помните, несколько недель, пару недель назад ЕЦБ успел уже немножечко сменить тон, риторику, как говорится, не стал, вместо голубиного, так сказать, настроя перешел на естребины, хотя он не переходил, но негласно дал понять, что... В принципе, возможно повышение ставки до окончания мер количественного смягчения. Он просто промолчал, на вопрос не ответил, возможно или невозможно, а значит, если он молчит, значит, возможно. Молчание, знак согласия. И рынки приняли этот месседж, евро начал расти, да и ФРС был не совсем уверенный в их письмах, выступлениях членов ФРС. Вышел потом нонфарм, не очень хорошее, 98 тысяч рабочих мест было создано, всего ожидания были 180, в два раза выше почти. Но почему-то доллар окреп, евро упал, а доллар окреп. И этому есть свое объяснение, потому что незадолго появился новый фактор. Видите, как у нас тут очень много тенденций, факторов, одни сменяют другие. То есть нельзя, не будучи в курсе, еженедельно хотя бы не отслеживая, ну хотя бы вебинары наши или читая аналитику, невозможно чувствовать ситуацию, ощущать ее на 100%. У нас в 100% вообще ничего невозможно, но по максимуму ощущать, понимать, что происходит, любое или большинство движений хотя бы постфактум объяснять. Это очень важно. Потому что если движение на рынке происходит, и вы даже постфактум не понимаете, из-за чего они произошли, как же вы в будущем будете, будущее движение угадывать и зарабатывать еще на этом. Так что тут появилась новая тенденция, это баланс ФРС. Мы уже говорили на эту тему, вкратце говорили, я вот в этом видеоролике, который по понедельникам у нас теперь будет выходить, также у меня есть буквально два слова об этом, по-моему, в четверг мы говорили, но так как полного такого, не тематического, а вебинара текущей ситуации по вторникам еще не было, мы не смогли этому посвятить много времени. Вот я сегодня об этом расскажу, потому что ближайший год точно это будет на повестке дня, это будет актуально, все будут об этом говорить, будьте уверены, ФРС, если он не передумает, навряд ли, иначе мы о ней не намекали, будет постоянно нам, помимо того, что ставки меняются, еще и говорить о ситуации с этим балансом ФРС. Что такое баланс ФРС? Значит, это объем облигаций, или портфель ФРС, на котором накопилось уже достаточно облигаций, в большей части государственных, 4,5 миллиона, триллиона долларов объем этого портфеля, все это делалось в рамках так называемых QE, мы знаем, что это такое, это меры количественного смягчения, то есть в восьмом, десятом и двенадцатом годы, если я не ошибаюсь, ФРС начинал свои вот эти вот QE, quantitative easing, меры количественного смягчения, и закончились они все, ну последний закончился в 2013 году, а тогда ФРС прекратил выкупать с рынка облигаций, для чего он это делал, кстати, на рынок нужно было выкинуть много ликвидности, чтобы у банков были деньги, а у них вместо денег на баланс какие-то облигации, которые не инвестируешь, которых кредит не дашь бизнесу и частным лицам, поэтому ФРС выступал своего рода агентом на рынке, скупал у банков их облигаций на балансах, и взамен они, конечно, получали деньги, да, такая сделка облигаций взамен на деньги. В экономике два состояния денег, да, как говорят, собственно, деньги и облигации, когда не хватает денег в экономике, ФРС, как крупный игрок, выступает в качестве покупателя облигаций и взамен дает деньги, и наоборот, сейчас наоборот ситуация, конкретно, если быть, она даже не началась, но начнется, думаю, к концу года, как раз обещал, позже, ближе к концу года. Так вот, обратный процесс означает уже продажу этих облигаций, они покупали, насыщали рынок облигациями, а теперь они будут обратно продавать и собирать с рынка ликвидность, потому что ставку начали, по-видимому, решили, что этого мало, что этот инструмент недостаточно, борется с инфляцией, инфляция растет, и в UK она растет, и в Великобритании, и в США она растет, достаточно посмотреть на графики, на брифингом есть таблицы графики. Так вот, решили, что пора разгружать баланс. А как это отразится на рынках? Значит, если это обратный процесс, и с рынка уходит ликвидность, то вообще для рынков это плохо, потому что на рынок хлынет сразу большой объем облигаций, продажи будут этих облигаций, с рынка уйдут деньги, и если банки будут покупать эти облигации, то они, скорее всего, будут высвобождать деньги с других секторов, например, с рынка акций. Вот помните, после победы Трампа резко пессимизм сменился на оптимизм, и пошел рост на рынки акций, на S&P, на Dow Jones, на индексах. Частично он был связан с тем, что инвесторы стали распродавать облигации, и деньги эти хлынули на рынок акций, потому что они считали, что ставки в будущем вырастут, нечего держать сейчас облигации с низкими ставками, лучше их сейчас продать. Трамп будет вести такую политику, которая приведет к росту ставок, ну и вообще они растут, так что еще будет время купить облигации с хорошими ставками, с хорошими купонами, как говорят, да, с обещаниями высоких процентов, нежели те облигации, которые они сейчас делают. Так вот, сейчас может быть такой же процесс. Будет продажа на рынке облигаций, ФРС будет их продавать, но ФРС будет их продавать со склада, да, так скажем, с резерва своего. Покупать их будут как раз банки, и они могут высвобождать деньги уже с рынка акций. Но мы пока не знаем, что точно это может значить, параметров не знаем, даже времени не знаем, но будем считать, что такой риск для рынков, высвобождение баланса ФРС, это риск для рынков. Возможно, это приведет к снижению рынка капитала, но будет еще не скоро. Итак, вот этот процесс повлиял на то, что плохие данные вызвали сомнения в скорейшей разгрузке баланса ФРС, и евро стал падать, доллар пошел вверх, то есть не ожидается пока никакой массовой распродажи, ну и хорошо, все нормально. Что еще можно сказать? Технически мы держимся, здесь видно, мы держимся в таком флажке, если это флагшток, да, тренд в сторону снижения, то сам флаг в обратную сторону сформировался, и если будет пробой, ну тут буквально плюс-минус несколько пунктов, все-таки дождитесь пробоя, если сформируется пробой еще и на хороших новостях, на каких-то сильных новостях, допустим, на повышении ставки, то стоит ожидать ухода в район 1.03-1.0, 1.04, сейчас 1.06. По фунту примерно та же ситуация, но по фунту инфляция давит на фунт, то есть в отличие от евро, у фунта есть мощный-мощный фактор, это инфляция в Великобритании, она даже сильнее давит, чем инфляция в США, поэтому помните, я вам говорил, что я не удивлюсь, если мы верхнюю границу этого треугольника пробьем раньше, чем нижнюю, или даже до нижней не дойдем, пока так и все происходит, ну, рано говорить, потому что мы даже не коснулись, но коснувшись верхней границы треугольника, мы даже не смогли уйти до нижней, пока не смогли, так что посмотрим, какие данные будут выходить на этой неделе. Кстати, о данных, у нас тут достаточно интересный календарь будет, ну, будущий, сегодня, вчера ничего интересного не было, а будущий календарь, давайте я сразу на брифинге открою, хотя нет, там нет UK, давайте на Адмирале лучше сделаем, там потому что все страны, и мы увидим, что по Британии тоже есть, а, нет, не фундаментальный анализ, календарь Forex, нам нужно было открыть, кстати, это видео в фундаментальном анализе появилось, хотя оно не аналитика, но видео, но тоже оно вот в том разделе, где раньше я писал аналитику, я и сейчас пишу аналитику, просто по понедельникам мы будем делать видео формат. Итак, пишем, точнее, данные нужные, то есть эту неделю текущую, уберем ненужные всякие страны, а я уже убрал, и поставим три красные точки, это самые важные новости этой недели, и получим время, даже не важно, вы все знаете время выхода новостей, так, уровень инфляции уже вышел, я думал завтра, уровень инфляции уже по Британии вышел, 2,3, вот почему фунт развернулся вверх, то есть вот сейчас график откроется, обратите внимание, как растет, я переключу сейчас, как растет у нас инфляция в Британии, и вот с 1, с конца 15-16, когда она была 0, она упорно растет, и вот сейчас она на максимумах за последние 2-3 даже года, выше было в 13-м, там 2,7-2,9, так что, к сожалению, что ли, сейчас вышел уровень ожидаемый, как рынки и ждали, но если было выше, мы бы уже пробили этот канал, ушли бы вверх, так что пока есть шанс, наверное, есть шанс, ожидая роста инфляции, прикупать фунт со стоп-лоссами какими-нибудь там ниже, вот скажем, предыдущего дна, ну там я не думал, что слишком далекий уровень, ну вот если вот так поставить стоп-лосс, то это 120-130 пунктов, нормально, я думаю, очень даже хороший стоп-лосс, на случай, если мы пробиваем и уходим вверх, но вот инфляция не дала нам высокие темпы роста, ну и хорошо, может быть, есть шанс войти для тех, кто верит в рост фунта, по Британию больше ничего интересного, сразу в четверг у нас Мичиган, я думаю, никого Мичиган ничем не удивит, и в пятницу у нас мощный блок по инфляции в США, это и инфляция базовая, и просто инфляция, и розничные продажи, это тоже инфляционный показатель, вот давайте посмотрим на инфляцию, как здесь график выглядит, тоже видите, какие максимумы, то есть вот чего боится ФРС, и вот разгрузка баланса, скорее всего, связана именно с этим, что почти до 3% дошли по инфляции. Окей, ну тут идет уже борьба, у кого выше будет инфляция, у UK или у Великобритании, или у США, пока до пятницы мы не знаем, что будет происходить, но мы пропустили один тут показатель, это был импорт-экспорт прайсис, посмотрим, есть ли он здесь в графе средних, средней важности новостей должен быть, по идее, он выходил то ли во вторник, то ли в среду должен выйти. По США, нет, 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 сейчас вторник посмотрим, среда, да, в среду он в 15-30 и по Москве, и по Киеву, и по Таллину, и по ИГИ, индекс цен на импорт и индекс экспортных цен, не то чтобы важно, но тоже инфляция, до пятницы мы можем уже здесь видеть импортируемый товар, насколько выросли или упали, экспортируемый товар, насколько выросли или упали. То есть неделя инфляции, у нас в чате новый участник, да, Ольга, очень приятно, здравствуйте, добрый вечер. У нас неделя инфляционная, по Британии мы уже увидели цифры, они не сильно удивили рынок, но все еще высокие, хорошо хоть вниз не ушли, по США мы ждем в пятницу и в среду будет чуть менее важный инфляционный индикатор. Ну давайте по инструментам дальше пройдемся. S&P вот уже который день или который раз пытается уйти на коррекцию, видите, вот эта вот линия достаточно важная, раз хотели пробить, два хотели пробить, три, и сегодня вроде пробили, но это не считается пробитием, потому что мы закрылись выше, но мне кажется, очень сильный драйвер нужен, чтобы мы ушли вверх, очень сильный драйвер. Думаю, все-таки рынки хотят коррекции, хоть и идут покупки, но какая-то новость более-менее негативная, скажем, касательно того же баланса ФРС, может все-таки дать толчок, и мы спустимся вниз. Ну хотя бы до 2250, первая остановочка, 23% по Фибоначчи, 2200, 2180, точнее даже 2175, 38%, ну и классические 50% 2100. Вот этот уровень, я даже на него ориентируюсь, но продаю фут-укционы 2000-2100, потому что не верю, что мы так быстро уйдем ниже 2000 или даже 2100. А с нефтью, вот самое интересное у нас с нефтью происходит, очень сильный разворот, рост, ну сначала Сирия, все-таки неспокойно на Ближнем Востоке, этот фактор успокоился, теперь появилась Ливия, снова закрыли, часть экспорта уменьшилась с Ливией, такое уже не раз происходит, Ливия вроде качала, качала, качала и теперь снова вот так. Но завтра среда, поважнее чем Ливия, у нас есть недельные запасы коммерческой нефти в США, так что посмотрим, что происходит там. Я вам покажу, что происходит на качалках, да, так скажем, на буровых, Baker & Huge сайт, как обычно, я давно не видел, чтобы там количество буровых падало, может быть один раз там пару, тройку буровых, да, уменьшилось количество, но вот они предупреждают, что в следующий раз немножко публикация, дата выхода 13 апреля изменится, точнее выйдет 13 вместо, по-моему, пятницы, да, пятницу у них праздник, страстная пятница, по-моему, поэтому в качестве буровых выйдет раньше. Итак, мы открываем ПДФ и что мы видим? Мы видим снова США, вот здесь 672 буровые, на 10 штук прибавились за неделю, а год назад было 354. Давайте посмотрим, где была цена год назад и при прочих, ну, конечно, при прочих равных год назад ОПЕК тоже имел другие объемы, а год назад цена была 16-й год, 10-й апреля, 16-й год, май, вот здесь, в районе 39, а сейчас она, цена уже 53, но тут еще и ОПЕК есть, он же в апреле прошлого года на миллион 800 тысяч баррелей больше добывала, сейчас квоту снизили, но все же ОПЕК раз в год это делает, а американцы постоянно увеличивают свои буровые, то есть это такой перманентный фактор, который каждую неделю на рынок скидывает все больше и больше нефти. Вот мы на запасах завтра узнаем, что происходит, я все еще медведь, но боюсь, правда, мы сейчас, если эти уровни пробьем, немножечко неспокойно на Ближнем Востоке, все может быть, давайте эту линию я уберу, все может быть, посмотрим, чем это закончится, но вот в среду я бы на хороших запасах, там выше миллиона двух-трех, я бы все-таки продавал, но у меня уже есть продажи, если бы их не было. А с газом у нас вот тоже начался разворотик, я, к сожалению, уже не слежу за данными, за запасами, они в четверг выйдут новые запасы, тут, наверное, техника сейчас преобладает движение, и вот сегодня я продал путы на 2,5, ну, с течением 90 дней, помню, с течением, или что-то похожее на 90 дней, не помню, не помню, я сегодня продал, ну, нельзя сказать, что я не верю пробития этого уровня, я их буду хеджировать, ну, в общем-то, вот продал воспользоваться тем, что на 2,5, почти на 3% был рост. Золото, отыграв весь негатив, отыграв и неспокойную ситуацию на рынке, и падение, возможно, падение фондовых индексов, ну, попытки пока не в мире были, вы видели. Стоп, 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 графика нет, но у меня он включен, как нет. Подождите, еще раз, у меня он включен, вот должен быть, вот здесь показывает, что я нажал именно на график. Так, интересно, секундочку, еще раз, да, у вас контактов, еще раз я переключу, вот, качается, грузится, точнее, посмотрим, чем это закончится, давайте еще раз попробуем, что происходит, я не знаю, потому что все, все вроде по плану, переключал, и у меня показывает, что должен быть, открыть график, нет, да, пока минусы, плюсов нет пока, окей, давайте я сделаю, нажму, вот это авто уже было, давайте как-то я выключу сначала, выключу, да, вот видите, грузится, у меня показывает, что сейчас запустить, вот, все, вроде он перестал грузиться и показал, я сейчас проверю, написали ли вы плюсики, да, отлично, ну, слава богу, система что-то тормозила, и так, попытки эти разворота золота улавливает, и вот выросли сильно и не на стабильности, и на нестабильности, и на Северной Кореи, и вот весь, весь, весь спектр этих новостей, событий, которые могут повлиять на движение, на мнение инвесторов по поводу стабильности на рынке, по поводу того, уходить ли в тихую гавань, привели к росту золота, в чем такая технически очень грязная картина, оставили шире, ты снова растем, ну, по крайней мере, мне непонятно, когда мне непонятно, я не торгую, ну, пускай растет, где-нибудь отсюда попробую продать через, через, через опцион или через фьючер, ну, посмотрим, пока мне непонятно, что происходит, какие-то уровни пробиваем, уже веер, который раз пробиваем, ну, тут делать нечего пока, Netflix, ну, и давайте Теслу рассмотрим, классический пример пробоя флажка, единственное, да, я признаюсь, что, я говорил, что на росте я бы снова продавал от ближе-ближе к максимуму, но мы пробили, ушли, наверное, со стопом нужно было это делать, причина в том, что вышел, ну, как неожиданно, это не отчетность ежеквартальная, вышел стейт, да, так скажем, репорт, отчетность от Теслы, что они поставили автомобили на рынок 25 тысяч, при ожиданиях 23,5-24, то есть больше, чем рынок ожидал, а это был единственный риск для Теслы не суметь произвести столько автомобилей, сколько заказано. Ну, посмотрим, чем это закончится, тут контртренди тоже не стоит, единственное, вам кое-что хочу показать, опять не видно, мне кажется, что здесь речь идет о приложении SuperEdition, но я его выключу вроде, еще раз, сейчас я выключу и снова включу, так, вебинару, сейчас перейдем на газ, хорошо, вот видите, грузится, если у вас на экране видно, а у меня вот видно, как тут стоит, еще раз, видимо стоит то же самое сделать и надеюсь больше вылетать не будет, ну вот он даже мне не дает кнопку выключить, вот запустить, да, окей, запустить, я нажму еще раз запустить и он показывает загрузку, давайте прекращу обещание, снова зайду, так, еще раз, так, еще раз, так, должно было появиться уже, я перезапустил, вышел из эфира, прекратил вещание и снова зашел, нет, не обсуждали, да, но мы можем еще раз в вами зайти, да, отлично, видно, а если выключиться, то пишите, я буду чаще заглядывать в сообщения, ну и фейсбук, если помните, вот верхняя линия, как она хорошо отыгрывается, так скажем, хоть не люблю это слово, видите, аккуратно он этой линии касается и не может сильно пробиться, ну, небольшие тут попытки были, но все же держимся на этой линии, сегодня выпустили пар, посмотрим, чем это закончится, да, я по Тесле хотел показать вам, что у нас оказывается шартов очень много, их вообще исторически у Теслы всегда много, на Тесле очень много всегда было медведей, вот на Финвизе, а теперь я обратно переключу на Финвиз, на Финвизе очень хорошо видно, есть статистика конкретная, к сожалению, она не обновляется, и каждый день, это на Блумберге лучше смотреть, даже на бесплатных ресурсах, но вот здесь видно, шорт флот, это, грубо говоря, процент тех, кто шарти, да, грубо говоря, 25,8% всех акций взяты в долг у брокера и, так скажем, играют на понижение, ну, то есть покупка, это покупка на свои деньги, с плечом это на деньги брокера частично, да, на акциях плечо больше, чем 1,2, оно не бывает, 1 к 3, к 3 еще дают на 3 дня, а шорт, это всегда чужие акции, то есть что такое шорт, у вас нет этих акций, но вы хотите сыграть на понижение, да, заработать на падении Тесла акций, вы берете у брокера в долг, продаете их и ждете, пока они упадут, снова выкупить, вернуть брокеру, так вот, брокер, их занимает у других своих клиентов, дает вам, с вас еще взимает залог, ну, в общем, комиссию берет на входе, на выходе, то есть ему это выгодно, какая ему разница, у него у всех клиентов, допустим, есть Тесла, ничего страшного, что если он одного возьмет, временно даст другому, а если этот захочет закрыть, продать свои акции, у которого временно взяли, а возьмет и другого, отдаст этому, все равно номинальный держатель брокера, за всех отвечает он, поэтому ничего страшного, а если уже ни у кого не будет, он вам принудительно, вас заставит выкупить на рынке акции и вернуть, то есть он не рискует, главное контролировать все это, так вот, 25% всех акций взяты в долг и проданы на рынке, вы скажете, а с чего эти акции так растут ракетой в космос, если все играют на понижение, есть у вас версии какие-нибудь, почему при таком большом количестве шорта на рынке, акции взлетели таким вот космическим уровнем, 312 было, 313 даже было, хотя еще недавно 260 торговались, вот я жду версий, это называется даже, название дали этому на рынку, short squeeze, хотя я сейчас не уверен, что это short squeeze полностью, но роль short squeeze огромная, может быть, она даже полностью повлияла, а может быть частично, short окрыл по-русски на русском, на сленге трейдерском, то есть давайте посмотрим на акции Tesla, вернемся, если, допустим, где-то здесь уровень short был все еще высокий, уже достаточно высокий, ну, допустим, 25%, но это надо следить, сколько для Tesla считается высокий, сколько риски, ну, неважно, высокий, назовем этот уровень высоким, исторический, и вдруг, то есть что значит, все взяли большинство или часть, взяли в долг у брокера акции, продали их, они должны закрыть эту продажу покупкой, у них есть обязательство перед брокером закрыть эту продажу short, а значит брокер в любой момент может у них потребовать закрыть, если не будет ничего, или у них margin call может быть, они продали на 250, думали будет 250 долларов с акции заработают, а он ушел на 300, они 50 долларов с акции потеряли, а так как у них маржинальная торговля, у них уже margin call, все, нет достаточных средств на счету, так вот, когда рынки растут, те, у кого срабатывают margin call, или стоп-лоссы, что такое для продажи стоп-лосс, это покупка, так вот, идут покупки принудительные, у кого стоп-лосс, у кого margin call, у кого брокер принудительный, когда идут покупки, рынок еще выше улетает, то есть покупка приводит к росту, рост приводит к закрытию следующих margin call, следующих стоп-лоссов, дальше опять у них, нет, рост, Евгений пишет, что вера в будущее, так это понятно, long term, да, это и есть game changer, так называемый, да, компания, которая изменит все правила игры на рынке, бензин сменится на электромобиль, сначала частично, потом больше и больше, это понятно, но с чем связан именно последний рост, и с чем связано то, что после отчета данных по 25 тысячам автомобилей, рост продолжился, и ракетой улетел вверх, ну, в общем-то, ну, подумаешь, рынок думал, что 24 тысячи автомобилей поставят, а они поставили 25, на это еще больше, молодцы, проблем нет, с 250 улетели на 270, 80, но 313, это частично в этом роли, вот, данного фактора, шортокрыла, шортсквиза, я уже на финвизе показал, что, где это смотреть, да, вот здесь у любой акции, вбивайте финвизе, и смотрите, вот здесь, шортфлот, вот здесь, если видно, 25 процентов красными, то есть очень много, я думаю, это рекорд, не так много акций на рынке, у которых 25 процентов, давайте посмотрим по стабильной бумаге, кока-кола, я уверен, там 1, 2, 3 процента, не больше, да, давайте смотрим, 0,95, видите, 1 процент, давайте фейсбук посмотрим, он тоже сильно взлетел, верят ли инвесторы в дальнейший рост, или они все начали уже к шортам готовиться, или уже встали, нет, не встали в шорты, по фейсбуку таких громадных шортов нет, это, кстати, странно, на исторических максимумах фейсбук, но трейдеры не думают, что это пузырь, и не стали массово шортить, может быть, там старые данные, надо в гугле просто пробить, там, фейсбук, шорт рейшио, он вас выкинет, куда-нибудь на сайт Блумберга, ну, и там можно будет посмотреть, что пишет Блумберг, и так, вернемся к нашим активам, вот нефть просили, да, ну, я уже говорил, что вызвало рост, ситуация на Бривнем Востоке, потом Ливия сократила добычу, экспорт нефти, появился то ли трубопровод, то ли уже буровые на месторождении, это я пока не уточнял, потому что я сохраняю данные, потом читаю ближе к ночи, но это случилось не сегодня, это уже дня два. Можно снова с хорошим стопом зайти, но учтите, что если вот так цена движется вверх, то вероятность пробития уже выше, чем, скажем, было вот здесь, да, когда несколько уровней касались и не могли, ну, надо смотреть, надо смотреть, и этот уровень сильным выглядит, и следующий уровень выглядит сильным, дай бог, чтобы никаких дубчих факторов не поступало на рынок, и можно было спокойно на технической коррекции продать, и завтра на запасах увидеть хороший разворот, а дай бог, чтобы так, ну, я уже в шортах, и у меня путы проданы, хотя позиции, конечно, минус мне уже приносят, да, шорт, он где-то вот средним отсюда, и путы еще немного мне дали заработать, ну, где-то вот доллар у меня все равно нет убыток, чисто, чисто убыток, ну, и газ просили, а мы уже обсуждали газ, ну, хорошо, еще раз, в двух словах, тут особо говорить по фундаменталу не о чем, все ждут, так сказать, факторов климатических уже на лето, что будет происходить, газ тоже достаточно сильно вырос, в четверг будут запасы, в отличие от газа они выходят в четверг, тут все просто климат, теханализ и запасы газа, вот, несколько факторов, ни Ближний Восток, ни ОПЕК, на газ так не влияют, потому что тут американский газ, тут больше слонцевики влияют, тут больше, собственная добыча влияет, тут немного другая картина, немного другие факторы, нежели на нефти, хотя, казалось бы, нефть, газ добываются чуть ли не с одних и тех же месторождений, зачастую, а вот у них такие разные совсем графики, скажем, за неделю, пять рабочих дней нефть сильно прибавила, а газ развернулся, потому что тут вместо трейдера и спекулянции делали другими совсем вещами. Ну, окей, хорошо, что я думаю, что я считаю, мне кажется, СНП наконец делает пробой, хоть и откуп идет каждый раз с этих уровней, эту линию мы видим, но как только мы закроемся сильно ниже, знаете, обычно бывает, да, с нежным комом, закрываемся ниже, количество медведей увеличивается, они еще ниже спускают рынок, потом еще больше, ну, и дальше уходим уже чисто на продажу, хотя день-два назад никто не думал, что мы развернемся, но вот так случилось, кстати, Сорос это назвал рефлексивная теория рынка, то есть новые события влияют на сознание спекулянтов, на сознание рынка и они приводят к новым ценовым изменениям, которые снова влияют на сознание рынка и так вот бесконечно движется. Ну, вроде все, тут особо ничего интересного не было, СНП тупить на месте, а нефть развернулась, мы уже сказали, с газом тоже ничего интересного, золото было, хороший рост, но я не понимаю, что делать, поэтому, ну, пускай растет, посмотрим, чуть-чуть вырастет, может, оттуда и продадим, поэтому, наверное, мы подытожим наш вебинар, тем более, он не должен длиться час, он должен намного меньше, длиться 45-50 минут, если есть вопросы, пишите, скайп и инстаграм у меня вверху, я уже прописал где-то здесь выше, да, вот, первый Фред Флиппер это скайп, второй грустный мишка это инстаграм, добавляйтесь, пишите свои вопросы, у нас в четверг будет вебинар, так, секунду, что за вебинар у нас будет в четверг, я уже запутался, у нас там несколько тем, в четверг вебинар посвящен, сейчас мы узнаем, аналитика, вебинары, нет, обучение, вебинары, и формирование портфеля, да, это тоже просили меня слушатели вебинаров, в скайпе мне написали, чтобы мы провели такую тему, портфель, диверсификация, как их делать, даже из бумаги, из мета-трейлера, из CFD, как можно там географически диверсифицировать по секторам, смотреть зависимость бумаги от рынка, ну и так далее, ну такие основы, совсем основы портфельного менеджмента, хотя портфельный менеджмент очень сложная тема, ну и я вам предлагаю регистрироваться сразу на следующий вебинар 20 апреля, то есть на после следующей четверговый вебинар тематический, 20 апреля, здесь будет про то, с чем я сталкивался на пути, да, на трейлевском пути, как начинал, какие проблемы, подводные камни, начиная даже от софта, каким я пользовался, заканчивая какими-то психологическими проблемами, ошибками, радостью, торговая благо, я на нескольких сразу рынках, так что, если времени будет достаточно, я расскажу обо всем, но если нет, разделим на две части, половину расскажу, я просто не знаю, это такой будет вебинар, где не презентация, ничего, просто будет разговор, воспоминания, просто я напишу план, о чем лучше начинать говорить, а что не столь важно, и вот поговорим, если вам это интересно, это тоже была просьба одной из слушательниц, которая с вебинара, она написала мне в скайпе, просила именно эту тему, так что вы тоже пишите, всегда рад рассмотреть любые темы, адмирал тоже не против таких вот тем, не обязательно, чтобы были про те инструменты, которые метатрейдеры, если есть темы, которые могут помочь трейдерам лучше торговать, помочь им разобраться с рынками, то брокер только за, это и хорошо, и я тоже за, если мой вебинар хоть как-то, там на 0,1% поможет вам в торговле, или просто поможет вам понимать, что происходит на рынке, то я буду очень рад, всем удачи на рынках, хорошего вечера, жду вас в пятницу, регистрируйтесь, пишите, предлагайте темы абсолютно любые, встретимся в четверг в это же время, в 20-30. Спасибо, до свидания.